Привет, мои дорогие друзья! Дорогие друзья, сегодня Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов, и ему были заданы вопросы, и он на них ответил, я просто зачитаю, первое, там где от нас нужно, поставляем продовольствие, причем по ценам гораздо ниже. Это ответил Путин, а я вам протестирую заявление МИДа, которое произошло вчера, это вчерашнее заявление. Что касается наших поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, то, несмотря на все декларации Вашингтона, Брюсселя и Лондона, об их изъятии из-под санкций, на деле поставки отечественной продукции остаются заблокированными из-за ограничений на банковские транзакции, доступ в порты, фракт судов и страхование. Следующий вопрос задали тоже Владимиру Путину, он также ответил. СВО идет своим чередом, все стабильно, никаких вопросов и проблем у нас там нет. Я думаю, что это подтверждает все-таки наши опасения о том, что, ну я думаю, что вы разделяете опасения, о том, что президент Российской Федерации получает информацию о текущем состоянии дел, мягко говоря, искаженную. Мы слышали о том, что ему докладываются в виде папок, рассказывало ближайшее окружение, что он получает сухие выжимки, что у него, у самого нет смартфона для того, чтобы следить, там оперативно как-то получать. Я полагаю, что огромной проблемой и России, и Украины являются люди, которые доносят эту информацию. Теперь я хочу рассказать вам про танк «Армату». Работы над этим уникальным танком начались в конце нулевых. 23 марта 2012 года он официально был утвержден главным автобронетанком и управлением Вооруженных сил Российской Федерации. Опытную партию выпустили в первой половине 2015 года, чтобы испытанный образец смогли представить во время парада победы на Красной площади. То есть от момента вообще возникновения как будто бы идеи, во всяком случае то, что мы знаем, до момента осуществления прошло 3 года. 3 года, и вот уже заявили деятели Вооруженных сил Минобороны, что будет серийный выпуск налажен в 2017 году. Смотрите, занимается этим тот же самый Ростех, опять-таки это Чемезов, да, я вам уже озвучивал, что такое Ростех, это как Укроборонпром в Украине. И вот происходит парад победы, и мы конечно же его помним, этот парад победы, потому что танк Армата внезапно остановился. Тогда сообщали, и официальная версия до сих пор гласит о том, что механик из-за волнения нажал буквально не на ту кнопку. Но, счет на табло, танк остановился на параде победы. Это факт. Изначально танк и заявлялся как просто не имеющий аналогов в мире, задающий вектор развития танкостроения на десятилетия вперед. Разработка ее, ее характеристики должны были оказаться сравнимыми с современными зарубежными танками при значительно более низкой цене. Танк имеет динамическую защиту нового поколения, делающую его неуязвимым к противотанковым средствам. Башня необитаемая, управляется дистанционно, экипаж размещен в бронетанковую капсулу. А это делает экипаж неуязвимым. Возможности модификации танка назывались просто безграничными. Вы вдумайтесь, безграничные модификации танка, который и так является уникальным, как отнеслись к этим разработкам на западе. То есть, надо понимать, в последние десятилетия западные страны занимались только модернизацией. Уже существующие бронетехники, это Leopard 2, еще не с 70-х годов американский Abrams 80-х. Не модернизация, а разработка с нуля танка нового поколения, третьей мировой войны. Это, конечно, задача совершенно фантастическая, даже для стран, где военный бюджет огромен. Тем не менее, разработчики в Российской Федерации взвалили на себя такую ответственность, позже привлеченной за государственную измену. Сутягин, ученый, рассказывал в The Times, что уровень защиты экипажа существенно выше, чем в других танках. Но в остальном хватает проблем с боезапасом, электроникой, двигателем. В Норвегии систему защиты, которая была разработана для этой машины, сочли колоссальной проблемой для систем поражения танков, которые существуют у НАТО. То есть, все говорило о том, что танк станет на самом деле грозой. И такие танки на поле боя могут решить исход боя. Но время шло, деньги налогоплательщиков утекали, причем утекали всерьез, а машина не появлялась. Ну, то есть, были опытные образцы, а дальше этого дела не шло. В 2018 году вице-премьер Борисов пояснял, что нет необходимости оснащать вооруженные силы большим количеством новой техники на платформе Армата и БТР Бумеранг. Потому что уже существуют машины вроде Т-72, а новая и не обязательно. Но тут, конечно же, возникает вопрос. А куда все-таки уходили средства налогоплательщиков? И все-таки же заявлялось о том, с 2012 года заявлялось о том, что вот-вот уже пойдет в массовое производство. По сути, вице-премьер сказал, что на это нет денег. Хотя стоимость танка, по сравнению с аналогами западными, но она ниже однозначно 3,5 миллиона, там 3,7 миллионов долларов. Это как бы ни о чем за такую серьезную машину. В 2020 году в СМИ появилась информация, что сворачивается научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа «Чайка» по разработке дизельного двигателя. Это именно тот двигатель, который намеревались ставить в Армату. И этот двигатель тоже, мол, уникальный. Хотя позже, в том же году, министр промышленности и торговли Российской Федерации заявил, что тяжелая бронированная техника на платформе «Армата» наконец сумела исправить свои детские болячки с двигателями, готова к серийному производству. Также он заявил, что все остальные доработки и выпуск танка идет по графику испытания, идут по графику Минобороны. Глава Ростеха Чемезов назвал Армату лучшим танком в мире и сказал, что в 2021 году ее начнут выпускать уже, наконец, массово. Она пойдет в войска. Наконец-то. Но российские военные эксперты уже в 2020 году сообщили, что что-то пошло не так. Почему-то об этом не так. Они узнали не от собственной страны, а из иностранных публикаций. Например, американская The Diplomat цитировала Чемезова, который обещал первую опытную партию Т-14, но это Армата. В конце 2019-го, в начале 2020-го. Однако поставки так и не начались. По данным издания, трудности возникли с силовой установкой, трансмиссией, прицельными комплексами и не только. Главной бедой Арматы, по моему мнению, стала ее излишняя распиаренность Чемезовым и тем, который возглавлял Роскосмос. Это просто был супер раздутый пиар. Это Чемезов и Рогозин. Рогозин заявлял, что машина превосходит израильский, американский и европейские танки. В свойственной ему манере грозился Западу. Но вот в 2021 году Армата получает разрешение на экспорт. Ее представляют на выставку в Абу-Даби. Но только не ее, а макет. Заявили, что сам танк не отправил. Ну вообще, кто будет покупать макет? Ну то есть, ну да ладно. Короче, отправили макет и сообщили, что это связано с логистическими трудностями. Более ни с чем. И вот там вот был выставлен макет. Ростех при этом сообщил, что провел успешное уже испытание беспилотной версии танка. Которая, правда, в серию не пойдет. Она останется экспериментальной. Для чего ее разработали, неизвестно. По словам Чемезова, роботизированная модификация Арматы с помощью искусственного интеллекта должна сама находить цели. Но санкционировать стрельбу будет человек. То есть, вы правильно все поняли. Танк Армата еще не производится. Хотя обещают об этом 8 лет. И при этом Чемезов заявляет, что уже есть танк Армата модифицированный. Который еще и сам находит цели. Вообще без экипажа ездит. О, круто. Я не знаю, мы не интересовались пока что, сколько на это было выделено денег. Но явно не за свои это разрабатывали. Но разрабатывали чисто для того, чтобы посмотреть, как оно будет вообще работать. О, интересно, понравилось. Но вообще танк экспериментальный. Чисто так. Поглядеть. Глава Минпромторга Мантуров уверяет, в 22-м танк наконец-то закончит испытание. И активно пойдет в серию. Под конец года из Ростеха заявляли, что уже приступают к серийному производству. Первый заместитель председателя коллегии военно-промышленной комиссии России Ельчанинов рассказывал СМИ, что более 40 танков Армата передадут в войска после 23-го года. И внезапно выясняется, что после стольких лет напряженной работы, погластившей огромное количество бюджетных средств, у танка проблемы. И выясняется это на испытаниях в Сирии. Выясняется, что у него критические проблемы с конструкцией, чувствительность системы обнаружения подлетающих снарядов, оптико-локационный комплекс, силовая установка. А это фишка вообще машины. В общей сложности было внесено более 150 изменений. И вот происходит война. Причем происходит она не внезапно. И, конечно же, производители танков, скажем так, отлично знали о том, что она произойдет, потому что такие войны планируются не за две недели и не за месяц. При этом Арматы нет. Российская Федерация начинает терять танки на поле боя. И, конечно, Армата была бы крайне кстати. Но ее нет. Эксперты, которые не следили за боевым путем этого танка, они начинают задаваться всерьез с вопросом, а где Армата? Запад также замечает, что Армат нет. На начальном этапе войны авторы 1945 искали рациональное объяснение, что формат военной операции по сути своей не предусматривает использование новейших танков. Потерять хотя бы одну Армату на 3,7 миллиона непозволительно, да? Когда стало понятно, что история затягивается, зазвучали уже другие предположения, что просто не справились, не смогли произвести, хотя долго пиарили. И очень громко, и опять-таки повторяю, грозили Западу. К концу 22-го заговорили о том, что испытания Арматы завершатся в 23-м. Появляется видео с Казани, с полигона, и на нем видно Арматы. И начинают звучать голоса, но, правда, уже не так уверенно, как раньше, о том, что вполне возможно Арматы все-таки появятся на поле боя. Но они не появляются. И неизвестно, появятся ли когда-либо вообще, с учетом санкции, потому что эта машина очень высокотехнологична. Теперь вопрос. Если такую машину, это непростой танк, он был распиарен, чуть ли не первыми лицами государства, грозили им Западу и так далее. За 10 лет, вот с его производством происходит такой бардак. Так, если сотни миллионов бюджетных средств сливаются куда-то в яму, и никто не может даже объяснить, куда они пошли. Если танка нет, счет на табло, танка нет. Скажите, пожалуйста, что же там происходит вообще в оборонпроме? И как с таким оборонпромом можно было планировать нападение на страну, которую однозначно, и это однозначно было понятно, поддержат страны НАТО? Это вопрос, конечно, риторический. Но мне кажется, он напрямую связан с началом моего видео. Потому что главному, мне кажется, докладывают, что там просто о чем-то, что не соответствует действительности на 100%. Отсюда берутся, его странно иногда, заявления о том, что все хорошо, все под контролем и так далее. У меня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok